Привет, друзья! Сегодня у нас самые разные новости, события и факты про Байдена и США, Европу и ГАЗ, Украину, Россию и так далее. Итак, сразу же приступим. Байден не исключил возможность дефолта в США. Президент США Джо Байден заявил, что не может обещать, что дефолта в стране не будет. По его словам, это зависит от сенаторов республиканцев и их лидера Митча МакКоннелла. «Я не верю, что результат повышения потолка госдолга будет именно таким, из-за печальных последствий. Если бы я мог, я бы это гарантировал», — добавил Байден. Ранее он призвал республиканцев не задерживать подъем потолка госдолга. С 1 октября США превысили разрешенный Конгрессом потолок госдолга в 28 триллиона долларов. Американский Минфин сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу. Далее. Форбс предрек Европе скорую энергетическую катастрофу. «Политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести Европу к катастрофе уже этой зимой», — пишет Форбс. По словам автора статьи Дэвида Блэкмана, рекордный рост цен на газ в мире способен провоцировать переход многих тепловых электростанций на нефть или уголь, что повысит стоимость этих ресурсов. Однако в случае с Европой такой вариант проблематичен из-за перехода на зеленую энергию. Многие страны закрыли подавляющее большинство угольных и газовых электростанций. Минувшим летом это привело к кризису, когда из-за слабого ветра пришлось снова вернуться к сгораемому топливу. Аналитик отмечает, что внезапно выросший спрос спровоцировал скачок цен на газ. Причем Россия в ответ ограничила экспорт, что еще больше сказалось на его стоимости. Европейцы, в свою очередь, обратили внимание на уголь. Однако и здесь у них оказалось не так много пространства для маневров. Как отмечает аналитик консультационной группы Наташа Тюрина, только Россия обладает его достаточными запасами для продажи в ЕС. Цитата. Все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь. Это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация, сказала она. По словам автора, речь идет о схожих проблемах из-за следования все той же политики отказа от горючего топлива и прихода на возобновляемые источники энергии. Хотя сегодня в центре внимания находится Европа, кризис постепенно становится глобальным, добавил Блэкмен. Далее. Будем просить на коленях. Поляки припомнили ЕС борьбу с российским газом. Пользователи польского портала прокомментировали статью о серьезных экономических проблемах, которые ожидают ЕС в следующем году из-за ситуации с газом. Там спрогнозировали небывалый рост цен на электроэнергию и продукты. По их мнению, таким образом Россия затягивает петлю вокруг континента. Многие читатели, однако, посчитали, что страны сами виноваты в своих проблемах. Цитата. «Я ничего не понимаю. Много лет вся Европа изо всех сил старалась ограничивать закупки газа в России, диверсификация и все такое. А сейчас, вместо того, чтобы радоваться, она подняла крик, что россияне продают мало газа. Радуйтесь и закупайте его в США или Катаре, ведь мы с упорством, достойным лучшего применения, боролись именно за это», – возмутился пользователь с ником Тадек. Цитата. «Мы демократическим путем избрали такую власть, которая устроила нам энергетический кризис. Да здравствует демократия! Вину за все, ясное дело, возложат на Россию и еще ведут против нее дополнительные санкции», – посетовал Демос. Цитата. «Русофобам следовало бы брать пример с Венгрии, которая пришла к выводу, что политикой и идеологией домов не отопишь, поэтому подписала с россиянами договор на 15 лет», – отметил еще один пользователь. Цитата. «Евросоюз может грозить Путину пальцем, но в итоге будет на коленях просить его продать газ за любые деньги», – подытожили читатели. «Далее. Украине дали три года до полного разорения. За 30 лет независимости Украина так и не состоялась, как витрина постсоветского пространства. Погрузилась во внутренний конфликт и до полного разорения ей осталось 3-5 лет», – заявил политолог Андрей Ермолаев. Эксперт рассказал, что в 90-е годы Запад смотрел на Украину, как, например, успешной трансформации постсоветской республики в европейского тигра. Цитата. «Я сейчас говорю не только об экономике, я говорю о том, что и общество могло быть успешным и привлекательным», – уточнил он. «Ермолаев пояснил, что в стране не было выраженных религиозных и этнических противоречий, а уровень жизни находился на достаточно высоком уровне по советским меркам. Сейчас там внутренний конфликт, а государство находится в состоянии распада. На территории Украины постепенно оформляются образования, которые могут разорвать ее», – подчеркнул эксперт. Он добавил, что перед властями стоит вопрос геополитической ответственности. «Если предыдущий режим Порошенко и режим Зеленского рассчитывают на то, что их партнеры по Евроатлантике будут разделять эту ответственность, они очень ошибаются. Тактически все ограничено тремя-пятью годами, когда необходимо завершить это ресурсное освоение Украины», – подытожил Ермолаев. «Да я как-то видел рекорды. Я пока все рекорды вижу и на цены на газы, на цены на электроэнергию в Европе, и на коронавирус. Но, как справедливо говорят врачи, что-то он нас надувает, идет своими путями не очень понятно, какими. То ли штаммы меняет, то ли еще какие чудеса сделаю. И я еще раз назойливо морочу голову тем, кто нас слышит, но еще пока прививок не сделал. Неважно, по какой причине, недосуг, не хочется, а вот не верю я в это все. Ну, слушайте, вот человек может не верить в то, что его может троллейбус или трамвай сбить. Но Аннушка-то уже разлила масло. Кто читал Булгакова, знает, о чем это. И поэтому, ну, не имеет смысла плясать на трамвайных рельсах, ожидая, пока он вас перережет. Ребят, ну, идите вы вакцинируйтесь. Смысл-то? Спутник, во всяком случае, которым я вакцинировался, жена пошла, она долго отбивалась. Вакцина, про которую мне те, кто ее отрабатывал долго и упорно, рассказывали, как это было. Работает эта штука. Более того, она не просто работает. Но у нас сейчас, наконец-то, Всемирная Организация Здравоохранения вроде бы дотерли все эти вечные драки на тему того, что наши вакцины, они не вакцины. И вроде бы в ближайшее время должны, наконец, взаимное признание вакцин наших и западных установить. Ну, а дальше вы решайте сами. Ежели чего, просто раньше говорили, что сироток бабушки с дедушками воспитают. А сейчас даже и непонятно. Бабушки с дедушками, то они ведь первые в группе риска. Ну, что ж, мы вышли в эфир. На дворе понедельник и даже солнышко, по крайней мере, в Москве. Телеграм-канал и ютуб-канал «Вечерний вечер» Сергея Корнеевского. Телеграм-канал «Армагеддонович» вашего покорного слуги. И стримы, как водится, будут на канале «Соловьёвли» в вторник и четверг. Поговорим о Средней Азии, большой Средней Азии, включая Казахстан, Центральная Азия. О том, как шло её завоевание, о том, как она сейчас жила. Там на несколько передач хватит. А сейчас с нами в эфире Сергей Николубов. Сергей Николаевич, здесь ли ты? Да, здесь добрый день. Здравствуй, почтенный профессор, ибо рад я слышать тебя до крайности в эти тревожные коронавирусные дни. Да, они уже как-то настолько приели, что у меня ощущение, что все забыли про слово «тревожность». Но они всё равно что тревожные? Они тревожные, да. Для стороннего наблюдателя, они тревожные. Ну, народ болеет, народ помирает. При этом они тревожные же не только от этого. У нас какой-то мор пошёл ещё и по криминальной линии. Происходит, что совершенно немыслимое. То, как это сводч кого-то там убивает. То с детьми что-то происходит. То вот поймали двух подмосковных рабочих, которые старушку, пожилую женщину, не только принудили к нехорошим вещам над ней надругавшись, но ещё и убили. Что с народом пошло? Это осеннее обострение? Или что это? И при этом... Ну, здесь... При этом, прости, пожалуйста, ну вот вроде бы говорят, что это всё мигранты. Да, огромная толпа народу поднимается и говорят, да не мигранты. Смотрят вполне и русские фамилии. Да, вполне, да. Трёх девочек зарезал местный житель, вообще говоря. Который перед этим ещё одно убийство, ну, 9 лет назад совершил. То есть это вообще хорошая отмазка, какое-то объяснение. И вот переводить стрелки на мигрантов – это последнее дело. Такое способствующее. Ну, коже народу просто на это рефлекторно реагирует. Да. А вот то, что вот эта самая тревожность, связанная с коронавирусом, начинает давать свои плоды, оно серьёзно. Единственное, что вы, естественно, как более так... При более серьёзном подходе хочется вспомнить старый анекдот. Сколько стоит капля воды? Ничего. Накапайте стаканчик. Вот когда мы анализируем рост насилия, там, каких-то всевозможных негативных проявлений, девиаций, то взять и найти одну причину, вот типа там, ой, это мигранты, это погода. Это замечательно, но не играет такой существенной роли. Про погоду могу сказать одно. Вот летом, во время жары, было то же самое. Большое количество агрессивных действий. Большая часть из них не достигала криминального. Но люди в общественном транспорте ругались, сделали замечания непонятно с чего. Это такой уже устоявшийся факт. Раздраженность повышается. Да, который был сначала показан на анализе бунтов в Новом Орлеане лет 50-60 назад. О, Господи. Массовые бунты. Но тогда вот они просто проанализировали сначала Новоорлеанское, а потом и другие всякие события. И выяснилось, что когда идет в городе устойчивая, высокая температура, это сказывается. В лабораторных условиях то же самое получилось. В лабораторных условиях повышают температуру. Люди реагируют агрессивнее, чем они обычно это делали. Причем это напрямую-то вроде и не свяжешь. Это как старая японская пословица. Когда дует ветер, кошек становится меньше. Да. Но, в принципе, агрессия – это хороший, а может быть даже лучший индикатор неблагополучия либо в человеке, либо в социуме. Ну, в социуме – это когда убийство и хулиганство, а мы анализируем, ну, массовидные вещи, статистику. А когда переходим на одного отдельного взятого человека, его повышение агрессивности показывает, что что-то в нем не так. Это может быть болезнь. Соматическую я имел в виду просто повышение температуры. Когда температура повышается, люди становятся более раздражительными. Их раздражает свет, голоса вокруг, все громко говорят. Потом два-три дня проходит, температура спадает. И начинаешь соображать, что вообще, говоря, лампочку сам покупал. Меня этот свет устраивал. Люди тоже как-то вдруг почему-то начали говорить нормальным голосом. Но кроме вот всякого рода заболеваний, есть еще и наш внутренний психический мир, когда какие-то раздражения, они срабатывают. При том, что настораживает всегда, это то, что хвост прищемили на работе, а человек начинает срываться дома или наоборот. Из-за домашних каких-то проблем начинает орать на сотрудников. Ну, достается всем домашним, подчиненным, коту, детям. Как всегда, не срываться на окружающих, это вообще великое умение. Умение, да. И поэтому, как это не смешно, вот этот вот японский опыт ставить чучело начальника, ну, муляж, перед выходом с работы, он какое-то время даже имел эффект. Ну да. Ты вроде как сбросил стресс замечательно. Я даже представляю себе, чьи чучела надо у нас было бы ставить в большом количестве. Очень бы сработало. Жалко, что у нас не Япония, и пока это еще никто не притворил в жизнь. Да, но дело в том, что тут есть, всегда были возражения, еще с момента начала этого японского эксперимента, что не всегда муляж начальника вызывает. Иногда жены, иногда мужа, иногда каких-то других людей, так сказать. То есть вот, если бы это были съемные муляжи, и каждый мог бы выбрать себе тот муляж, который ему нужен, то мы бы стали нам много добрее. Интересная мысль. Ну, либо надо выбрать какой-то общий для всех муляж, который вызывает абсолютно одинаковую реакцию. Ну, это... Подобрать бы такой. Вот когда начинается общая пропаганда, то там какого-нибудь там дядю Сэма можно мордовать. Либо наоборот, там, Иосифа Виссарионовича, или кого-то там по-современнее сейчас, значит, не случайно. И пропагандистские игры с образом врага, они достаточно стандартны. Была такая уже ставшая классическая работа. Один американец стал исследовать плакаты военных времен. Первой и Второй мировой войны. В Штатах, Германии, России. И выяснилось, что там просто образы одни и те же. Ну, что-нибудь противное противное. Крыса. Крыса, паук. Ну, вот все, что у нас вызывает именно омерзение. Вот отвратительные образы. А с другой стороны, там он смотрел и позитивные, ну, практически всю. Одно и то же. Значит, солдат защищает женщину и ребенка. И поэтому, когда там вдруг начинают, там, а вот у вас, там, это украденное, это у немцев, это у нас. У нас ты записался в добровольца. И дядя Сэм на тебя пальцем указывает, там, записался ты в армию. То есть, вот, как позитивные, так и негативные, практически параллельны. И никто никого не обворовывает. Это четкое обращение к архетипическим вещам. Ну, смешно так со стороны смотреть. Значит, солдат в трептов парке, значит, когда с автоматами и со всем, а он еще меч держит в руках. Но с точки зрения нашей уверенности, что он делает благородное дело и защищает людей, все совершенно верно. Ну, с точки зрения немецкой, не исключено наоборот. Да, наоборот. Но у немцев тоже были свои солдаты с мечом. Я к тому, что у них этот образ защитника аналогичен. Другое дело, что каждый имеет свое наполнение. Каски у них были разные. И вот, да, каски разные, да, мечи даже тоже по-разному могли делаться. Но я к тому, что вот, если вырабатывать какой-то один общий образ врага, на котором можно тренироваться, то это образ отвратительного существа, ну, которого мы с детства знали. При этом, на самом деле, основной рецепт, как бороться с такого рода девиациями, которые я слышу, ну, сплошь один и тот же. Если это что-то плохое в интернете, отключите интернет. Если это кого-то застрелили из огнестрела, перестаньте продавать огнестрел. Да. В принципе... Это такие, ну, примитивные ходы, понимаете? Это как... Ну, что в голову приходят людям? Ну, естественно, понимаешь? Ну, если завелись мухи, и они падают иногда в суп, то нужно выкидывать одновременно и суп тоже. Значит, вместо того, чтобы начать бороться с мухами. Желательно демонтировать плиту, чтобы вообще их по определению не было. Вот. Поэтому это такие, ну, вот, какие-то запретительные меры, ну, меры контроля, они не повредят. То есть контроль за продажей оружия, особенно если у вас плохая служба психического здоровья, то лучше это все-таки осуществлять. А у нас просто... И это не спасет от стрельбы. Не, вот за тем, чтобы сделать хорошую службу контроля, вот об этом никто не говорит. Чтобы жестко контролировать, кому вы это оружие продаете тоже. Просто взять, запретить все. Да, естественно. Ну, вот, там, давайте наказывать. Ну, вот, там, сейчас все эти проблемы с насилием в семье, там, и так далее. Значит, наказывать, наказывать, но что-то с семьей надо делать. Семья дисфункциональна. Я при этом, ты знаешь... Они не всегда дотягивают до уголовного кодекса. А жить в этой семье лучше бы не жить. Это точно. Но смотри, я вот достаточно много дела имел с продажей оружия. Ты можешь очень легко получить оружие в Израиле. Ты в Израиле это оружие получаешь и ходишь с ним по улицам, если ты несешь военную службу или если ты в запасе. У швейцарцев. Но они держат дома это оружие. Они не сдают на склады свое стрелковое оружие. Положено вот дома его держать. Уровень при этом тяжелого криминала, что у Швейцарии, что у Израиля, мягко говоря, не зашкаливает. Ну, так же, как у наших кавказских народов. В национальной одежде сабли и кинжал. Да, 100%. У арабов то же самое. Но по ножовщине никто никогда не отмельчал у этих народов. Может быть, потому что люди учатся. Я знаю, там учат с детства. Но у нас-то не учили с детства. И получится, что сколько должно погибнуть людей, чтобы мы привыкли к этому. А очень быстро это делается. А это быстро делается. Значит, вот у адыгов, там очень четко маленькому ребенку, который просто играет ножом. Но у нас-то не маленьким, а взрослым дадут. Взрослым дадут оружие, которое не привыкли им пользоваться. Ему говорят, что если ты вынул из ножа кинжал, можешь поиграть. Но перед тем, как засунуть в ножны, ты должен это воткнуть в землю, в пенек, еще куда-то. Потому что общая идея, что без нужды кинжал не вынимают. Знаешь, то же самое с израильтянами. Когда ты видишь на улице, ну, солдат, понятно, там с автоматами, они увольнительные едут и наоборот. Но когда в Иерусалимском университете идет конференция, вдруг встает человек задавать вопрос передо мной. Ну да. Я вижу, что сзади у него пистолет. Международная нормальная конференция. И явно, что у меня на лице было удивление. Мне мой сосед говорит, он с западного берега, с территорией. Они имеют право ездить, потому что это вопросы, связанные с самообороной. Но понятно, что градус дискуссии был достаточно высок. Но тянуться к пистолету его рука почему-то не тянулась. Он отлично знает меру своей ответственности. Нет, там горячие споры были. Было ощущение, что, вообще говоря, дискутанта можно и прибить. Но это не было даже в мыслях у данного профессора, потому что он точно знает меру ответственности за владение оружием. Ну, кроме того, потрудно израсходуешь на дискуссии, на конференции. Вот его тебе и не хватит на обратном пути. Ну, что это такое? Да, да, да. Это рационально, конечно. Что там стрелять просто так? У нас, кстати говоря, недавно совсем не на таком уровне. Ну, извините, я вас перебью. Просто я хочу дополнить продолжение. Когда говорят о каком-то предмете, который называется ОБЖ, и о каких-то немыслимых вещах там, в программе людей, которые живут в пустыне, им предлагают, как переправляться через реки, а тем, у кого реки, значит, что-то такое, как там не погибнуть от жажды. Вот одна из серьезных проблем – это именно обучение с детства управлять своими эмоциями. Чего можно говорить, чего нельзя. Чего можно делать, чего нельзя. Водителям в целом ряде американских штатов, водители, которые нарушили правила там, ускорее, ну, скорость там и прочее, их направляют в университетскую клинику к психологам на 10 занятий по обучению, управлению своим гневом. А кто оплачивает банкет? Насколько я понимаю, то ли управление, то ли суд, который направляет, но не университет. Это приработок университета. Или сам потерпевший. Нет, в идеале это должен делать папа с мамой. В идеале папа с мамой. Там много и взрослых людей. Окружающих. И туда же, так сказать, вот эти семейные насильники там и так далее. То есть, во-первых, это не увеличивает нагрузки на тюрьмы просто так. Потому что это у нас излишняя роскошь. Мы в холерный барак загоняем людей с разными заболеваниями, в том числе на уровне простуды. В одной колонии должен сидеть человек, который там бьет детей и жену. И профессиональный, ну не профессиональный, но многократный убийца. Убийца, насильник и террорист. Ну и спрашивается, кто на выходе будет. На выходе будет криминальная группировка. Типа алькады. Ну, в основном случае, если какое-то крупное, ну, сильное заболевание, если говорить про аналоги, и туда попадают люди с гриппом, то люди с гриппом заражаются этими заразными болезнями. А вовсе не все выходят с гриппа, после гриппа. То есть, это никто не улучшается в этом смысле. Наоборот. Да? Возникают и криминальные группировки, и террористические, так сказать, там школы жизни. Человек по мелкому воровал, а стал ворон в законе. Ну, это мы очень хорошо знаем по террористам, потому что тюремные джамааты, вещь, которая по всей Европе, и у нас, кстати, тоже вполне себе возникли. А одно дело, ты просто бандит-бандит, и ты все-таки понимаешь, что ты бандит. И совершенно другое дело, ты собираешь с этих кубчиков налог закят на джихад. Это ты уже благородный человек. Ты вроде как даже благородный мститель. Не важно совершенно, за что ты мстишь, может, за какое-нибудь очень далекое прошлое. Подобрать можно кому угодно любую причину в любом соц. Ну, вот сейчас, единственное, мы с тобой сейчас выходим на новостной блок, который у нас через 10 минут нас осчастливит, а уже Наташа Христова даже вошла. Главное, чтобы он нас не ошарашил. А потом и вернемся. Не ошарашил какие-то новости. И потом вернемся. От трех до пяти. От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Ну что ж, вот мы и в эфире. Номелевская премия мира. Интересно, Байдену ее дадут? Но он заслуживает, конечно. Он же вывел войска из Афганистана. Да, он миротворец. Вместе с Трампом. Напополам. Который вел переговоры с талибами. Было бы очень мило. Очень по-американски. Ну а с нами сейчас в этом эфире Сергей Николаевич. Здесь ли ты, Сергей Николаевич? Да, 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 да. Слушай, у меня вопрос. Осторожный такой, но вдруг. Мы с тобой ведь не вчера родились на этот свет и давно живем в этом мире. Очень тактично. И многие годы наблюдаем мы происходящее. Исходя из твоего человеческого опыта, нервозность окружающей атмосферы и жизни людской растет или она только мне такой кажется? Нет, растет. Но она не первый раз растет. Так же, как и падает. Вот я почему сказал, что агрессивные действия – индикатор неблагополучия. Например, в 60-е годы шел резкий спад. Вот послевоенные и начало 50-х – это сильное социальное напряжение, потому что люди вернулись с войны, они ожидали лучшей жизни, она улучшалась, но медленно, неопределенность там со сменами руководства и так далее. А убивать они уже привыкли чуть-чуть, что… А убивать привыкли, да, да, да. Это я к тому, что как бы не один фактор, а вот это такая волна. Ну, насильственная преступность просто росла и была фантастическая. У нас очень любят так как-то благостные времена, почти благостные. Описывайте в кино какие-то единичные случаи, какая-то маленькая черная кошка. А там мне ветераны рассказывали, что это вообще были полувойсковые операции в Подмосковье, где с той стороны были гаупицы. Слушай, у меня отец… Принесенные с войны. Не, у меня отец вообще-то девочек с пистолетом провожал. Трофейный парабелл он такой был. Про наш я уже не говорю. А как иначе? Да. И с другой стороны, вот начало 60-х идет постепенное там или даже нарастающее снижение насильства преступности. И в 68-м году в Москве всего лишь 9% корыстных убийств. Прям корыстные убийства, ты понимаешь, они как бы при всех режимах. Это стабильная такая вещь. А остальные, ну, эмоциональные. Там, в аффекте там и прочее. Бытовые и так далее. И вот этот показатель, что корыстных стало так мало, и это как раз и есть один из лучших показателей оттепеля. Потом стагнация. И только конец 70-х, начало 80-х, начинается небольшой рост. Но после 90-го, 91-го года, там просто фантастический рост. Просто в разы количество убийств. Но ощущение, что гайки сорвало просто. Да. И там жуть же в чем, что к 30 тысячам убитых на население уже современной России, то есть, ну, от того времени 145 миллионов. Для сравнения, в 85-м году у нас 220 миллионов, 25-26 тысяч убитых. Значит, резкий рост. Но плюс к этому нужно еще отмечать, что каждый год 30 тысяч пропавших. Многих из которых потом в 2000-е находили уже скелетами. Ну, кстати, пропавших и сейчас очень много, в том числе, дикое количество пропавших детей. А вот сейчас, да. И тут опять, вот до... В доковидное время, да, ну, 17-18 год. Падение самоубийств. Нет роста насильственной такой преступности. Она высокая. Это не к тому, что нужно радоваться и вообще прекратить какую-то деятельность. Она высокая, но не такая, как была в 90-е. Она просто резко уменьшается. Но вот ковидные эти два года, они еще требуют своего внимательного анализа, потому что напряжение, связанное у кого-то с потерей работы, потерей дохода, страхами за себя и близких, с потерей многих знакомых, что усиливается в сетях, оно возникает, и вот эти напряжения через разные другие механизмы начинают сказываться на росте насилия. Ну, кстати говоря, я наблюдал... От бытового до убийств. Убийства просто легко, легко фиксируются, а вот всякая ругань, разговор на повышенных тонах, скандалы в магазинах... Да, они просто кидаются, выкидывают тебя из автобуса, если ты без маски. Да, да, вот... всевозможные такие. Или из МФЦ знаменитые случаи, когда за руки, за ноги вытащили, причем человек категорически отказывается на повышенных тонах ее надевать. И... Ну, да. Тут всех разнесло в разные стороны. Ужас-ужас. Да. При том, что сейчас мы попадаем вообще в дурацкую ситуацию. Значит, большое количество людей, кроме там невакцинированных... Значит, кто-то переболел, кто-то вакцинировался. Они уверены, что получили разрешение на свободные проходы без маски. А это не так. А это не так. Но их морды об стол, и это все делают. С другой стороны, те же самые люди, которые выкидывают этого человека без маски, они же и не ходили вакцинироваться в массе своей. Это не вопрос борьбы остроконечников, что по конечнику, что вакцинированные мордует невакцинированных, и наоборот. И это вот срывы на ровном месте. Главное, чтобы был повод. Я не просто так бью морду соседу. Ну, причем срывы иногда от людей, которые, ну, точно не входят в категорию риска. Пенсионеры, совершенно какие-то вот... Причем, в основном, взрослые люди. Да, 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 да. Именно. Именно. Если раньше мы, как-то всегда ожидали гадости от подростков и молодежи, то теперь самыми опасными становятся средний и пожилой возраст. Они готовы на незнакомого человека просто так наброситься. Ну, и кроме того, у меня такое ощущение, наблюдая некоторые вещи, которые засняты, что все скрытые формы психопатии, которые сидели где-то внутри, взрываются мгновенно. Да. Очень большого количества людей. Естественно, это... Мы-то традиционно психопатами очень часто называли так называемых социопатов, там, убийц, там, и от них танцевали. Это ядро. А вот эти более мягкие формы, которые иногда проявлялись просто никак. Ну, человек ведет себя... Иногда он, там, позволяет себе орать, стучать кулаком, там, и так далее. На, вот, фоне такого вот неблагополучия это приобретает более брутальный характер. Вот эти мягкие проявления, средние. Ну, брутальность может дойти до чего? Закономерности гауссовой кривой никто не отменял. Ясно, что то, что хорошо изучено, изучается и продолжает изучаться, это вот пиковые вещи. А вот что делать с хвостами, с этими уменьшающимися характеристиками? Психопаты-то там тоже остаются. Не случайно вот сейчас стало и на Западе модным, и мы в это включились, ввели такой термин everyday sadism, то есть вот повседневный sadism. Это не sadism, вот, тот классический с сексуальным окрасом и так далее. А это желание в повседневной жизни совершать злые вещи, злые поступки, сплетни и так далее. И вот это стало проявляться очень активно в нашей жизни. То есть, с одной стороны, нам кажется, что мы живем в более безопасном мире. Одних полицейских во всех странах развитых мира гигантское количество. А с другой стороны, а кто убережет? Ну, чтобы не от них ли от полицейских все зло скажут тебе в очень и очень многих странах и очень и очень многих городах. Да. В том-то и дело же. Полицейских все больше и больше, а безопасности... Ну, полицейские полицейскими, а преступные группировки, сросшиеся с оборотнями в разных погонах или без них, это то, чего раньше в таком количестве не было. Да. Естественно. Ну, были, но как-то уже очень большими исключениями. Но я о другом. Очень часто... Вот мы несколько минут назад говорили, что там все зло от интернета, там, ну, люди стремятся к простым решениям. И, например, увеличение штата полиция – это простое решение. То, что произошло в Америке после 11 сентября, гигантское увеличение всевозможных секретных служб. Ну, кроме того, это бюджеты. Это бюджеты. Я рад за то, что вместо безработицы теперь человек считается агентом там или еще кем-то. Но реально это не приближает к безопасности граждан. Когда граждане отказываются от своих свобод, как им объяснили, для того, чтобы жить безопасно, а потом выясняли, что безопасность не увеличилась, а свобод все меньше и меньше. Ну, я на примере Соединенных Штатов говорю. Ой, на примере Соединенных Штатов. Ну, это примерно все страны идут. Ты сейчас последний выбор. Ну, примерно так же действуют все страны. На волне вот такого ложного понятого популизма, на то, что народ от нас требует защитить, там, еще что-то делать. Давайте вот сделаем так. Слушай, профессионализм нельзя заменить численностью, это есть факт. Другое дело, что тот же самый популизм мешает тебе применять необходимые меры противостояния там, где еще вчера их применяли автоматически. И это тоже есть факт. Ну, естественно, это естественно, это так же, как там, ну, по аналогии, знаешь, когда хирург просто так брал и резал, когда надо. Ну, ранка там. Говоря попросту, ты не можешь пристрелить террориста на миссию. А сейчас появляется куча инструкций, что он должен сделать до этого. Разъяснить больному его права и обязанности. Взять бумажку, что его разъяснили. Там все. Да за это время человек может и умереть. Вот примерно то же самое в борьбе с преступностью, в борьбе с терроризмом. У бандитов сейчас столько прав, что, в принципе, законодательство защищает их, а не их жертвы. Да. И это по всему миру. И это сплошь и рядом. А как удивительное преподносится, что вот человек в самообороне защитил себя, убил нападающих. И надо же, его суд освободил. Ты знаешь, я даже... Нападающий дал... На мелких иногда. И когда люди говорят, и когда люди говорят, что вот, ну, свободная продажа оружия необходима, для вот таких ситуаций, так таких ситуаций не будут. Они свободно кодот от оружия, застрелят нападающего и будут сидеть вместе с нападающими. Вся штука в том, что если ты контролируешь продажу оружия, то ты должен очень четко быть на стороне тех, кто защищает себя, чем может. другое дело, что если я застрелю бандита, который в противном случае убьет моего ребенка, то лучше я уж отсижу. Все правильно, но если мы как раз хотим эффективных действий, то человек, который защитил своего ребенка, должен быть освобожден. По крайней мере, не должен сидеть. И не надо преподносить мне эту историю, как какое-то чудо. Ой, суд почему-то, суд не почему-то, суд правильно сделал. Есть статья о самообороне. Можно обсуждать пределы, можно там все что угодно. Это уже детали. Но это должно быть не удивительным событием, а обыденным событием. Я бы не хотел, чтобы это становилось обыденным, что люди должны защищать свою жизнь, своих близких так часто. Но это должно быть просто понято до тривиальности. Ты знаешь, не на таком уровне, гораздо более легком, но у меня есть ощущение легкости на самом деле из-за вседозволенности очень и очень много. У нас тут был только что буквально такой прецедент, за который зацепился наш общий друг Володя Соловьев на тему стендап-комика и драка Мерзали за Д. Молодого человека, который просил, просил, чтобы его как-то наказали, и его решили выслать из России за беспредельное хамство в выступлениях. А в моем детстве и молодости таких вещей не говорили, потому что рот открыл, сказал такое, тебя прибили тут же. Причем просто окружающий. В голову не приходило, что ты можешь уйти целым. И все. Ну, естественно. человек жестко фильтровал сам себя. Ну, вот это пример общей какой-то странной ситуации, когда позволено то, что вообще говоря, в приличном обществе не позволено. Ну, может, оно уже и не будет больше приличного. Когда я говорю, ну, от этого это плохой симптомчик. это означает, что мы будем жить в еще более таком небезопасном мире. Потому что безопасность мира во многом собственных ощущений во многом определяется тем, что существуют правила гласные и негласные, которые никто особенно не нарушает. Вот когда нарушил, там люди удивлены, что как же это он себе мог позволить там и так далее. А когда каждый дурак может себе позволить такие высказывания, то вызывает удивление, почему на него обратили внимание, а на других стендап-комиков не обращают внимания. Ну, может быть, потому что под видеозапись работал. я не к тому, что надо к нему как-то лучше относиться, но вообще говоря, надо было бы больше таких наказывать, и это должно было быть четко артикулировано население. вот что поступил так наказан, поступил иначе тоже может быть наказан. Ну, люди же как бы очень часто себя оправдывают, что ой, а я не знал, я об этом не думал. нет, когда ты знаешь 100% закон нужно соблюдать, даже не зная его, но дело в том, что, как правило, люди, когда воспитывались к нашим годам молодости, огромное количество негласных правил существовало. Было известно, что... Даже по поводу драки. Ну, были правила. были правила. Если ты эти правила нарушал, тебе было очень грустно. Очень нехорошо, да. Так вот, когда размываются вот эти самые низовые, я бы сказал, правила, они совершенно не связаны с уголовным кодексом, на первый взгляд. Но потом выясняют, что они формируют людей, которые знают правила. В конечном счете, они формируют ту атмосферу, в рамках которой или человек выходит в конечном счете на преступление или нет. Или проступки доходят до состояния, когда все взрывается, или они просто не успевают до этого дойти. Или наоборот, мы живем в нормальном обществе, с нормальными окружающими людьми, потому что каждый из нас даже на бессознательном уровне отлично знает, что люди, с которыми я встречаюсь, ведут себя примерно так же, как и я. Вот и на этом наш эфир-то подошел к концу. Спасибо. Это было бы замечательно, весело и все такое. Во-первых, что касается страшно холодной и снежной зимы, но, честно говоря, мы постоянно какие-то такие кошмарные прогнозы в последнее время слушаем, и я даже не понимаю, синоптики над нами издеваются, или они сами ничего не знают, или еще что-то. Ну и плюс есть эффект преувеличения средств массовой информации. Они там что-то где-то услышали, и давайте эпитетами награждать. Страшно, небывало, катастрофично, апоклиптично холодная зима. Вот, честное слово, я уверен, что ничего такого, прямо такого, чего бы мы уже до этого не видели, не будет. Но, действительно, там говорят, что якобы она будет холоднее обычного, хотя уже я не понимаю, что такое обычное. А холоднее, чем что? Холоднее, чем когда не бывает снега, или что? Говорят, что она будет снежная. в общем, на самом деле, тоже нас с этим не удивишь. Но, в общем, поглядим, посмотрим, что с этим будет. И, кстати говоря, все-таки мне интересно, может быть, процесс глобального потепления, он представляет из себя что-то более сложное, чем вот так вот просто тупо повышается температура. Потому что я слышал, все эти объяснения насчет того, что вот вы знаете, в северном полушарии процесс глобального потепления может привести к локальному похолоданию. Вот, мол, так сказать, гольфстрим изменяет свое течение, от этого становится холоднее. Но тогда вопрос ведь вот в чем. Человек живет не так уж долго. Поэтому ему на самом деле важно то, что он видит за окном. И то, что, например, было год назад, то, что будет через год. А процессы, растянутые в столетиях, он воспринимает тяжелее. Поэтому, когда нам говорят потепление, но зима будет очень холодная, тогда для обычного человека это называется похолодание. Ну, это я так просто, так сказать, в качестве лирики к рассуждениям обо всех этих вещах. Ну, а по поводу хаоса на рынках. Я не знаю, мне кажется, эти заголовки прилетают из стран, которые сами энергию не производят, а покупают ее у других, в том числе у нас. Вот. И поэтому им там бывает страшно, ну и плюс, опять же, так сказать, есть вот эффект усиления со стороны средств массовой информации. Ну, предположим, будет холодная зима. Ну, это значит, что газ, нефть и все энергоносители поднимутся в цене. Мы, как страна, экспортер энергоносителей только от этого выиграем, только, так сказать, получим дополнительные прибыли, в том числе в бюджет, а значит, как бы и возможности тратить деньги на социальную среду. Поэтому, ну, или тратить деньги на инфраструктуру, пожалуйста, на что угодно, как бы, да, вопрос в том, что мы поставщики энергии. Это, между прочим, тоже, когда вот нам ставят в укор, знаете, вот Россия, вот она продает нефть и газ, это очень плохо. Но, наверное, очень плохо, если это единственный товар на продажу, тогда это не очень хорошо. Но, вообще-то, иметь собственную энергию, собственные источники энергии, а у России есть все источники энергии, какие только можно придумать, и уголь, и газ, и нефть, значит, и гидроэлектростанции, и атомные станции, и все остальное. Это неплохо. И мы часто, когда тоже начинаем, так сказать, тоже собственную страну ругать, на чем свет стоит, а другие, вот другими восхищаться, забываем простые вещи, да, что вот у нас, зато есть многое того, из того, чего нет у них. Плюс, вот эти наши огромные территории, с огромными запасами природных ископаемых, позволяют нам, на самом деле, подобные кризисы переживать легче. Поэтому, я подозреваю, что все вот эти заголовки, они в основном импортированы в российские СМИ, так сказать, из СМИ тех стран, которые действительно боятся того, что у них просто не будет энергии, а за покупную энергию придется больше платить. Что касается кризиса продовольствия, да, но как это связано, я не очень понимаю, ну, вернее, я примерно понимаю, но на самом деле, если это правда, то перед нами стоит только одна единственная задача, да, кризисы, как известно, что называется, пока гром не грянет, может не перекреститься. Вот нас разные кризисы и санкции подвигают к тому, чтобы что-то делать. Но если это правда, тогда подтверждается совершенно понятный вывод, надо стремиться к продовольственной самообеспеченности, самодостаточности. И если мы что-то подобное увидим, ну что ж, я надеюсь, что это будет еще один стимул для того, чтобы еще больше этим заниматься, продовольственная самодостаточность. А то у нас все время какие-то надежды, тон турецкие помидоры, то еще на что-нибудь, что нам привезут, так сказать, эти самые дяди и прочее, прочее. Хотя и дяди тоже привезут, если у нас будут деньги от наргоносителей, то будут деньги и на закупку. Так что мне пока не страшно. Сергей Александрович, ну вот по поводу того, что для нас этот экономический кризис не будет иметь большого значения. Ну вот, например, помните, в 98-м году в России произошел обвал рубля. Ведь это случилось из-за того, что был кризис серьезный на азиатских рынках и стала меньше потребляться там энергия, да, стало меньше спрос, уменьшился спрос на наши товары. Я думаю, что то же самое может случиться и сейчас. Уменьшится из-за дороговизны электроэнергии, упадет производство, покупательная способность снизится и из-за этого нам тоже достанется. Никому, может быть, не так будет нужна то, что мы производим. Ну, не знаю, все-таки здесь, я не экономист, конечно, но все-таки здесь важно понять. Вот вы говорите, тогда кризис случился из-за падения ценной энергии, а сейчас-то предвидится рост ценной энергии. Насчет того, что из-за того, что рост ценной энергии будет большим, ее перестанут потреблять, ну вот это, что-то говоря, фигушки. Я что-то сильно в этом сомневаюсь. А куда они денутся? Им совершенно некуда деться, они будут ее потреблять, будут ее потреблять и будут платить, поэтому, в конце концов, для нас важен объем денег. Поэтому я не думаю, что здесь как-то это по нам шандарахнет. Хотя я понимаю, что есть люди, которые лучше в этом разбираются, может быть, они понимают, что это как-то будет связано. Но вот опять же, все эти биржи и прочее, прочее, все-таки тут такая штука, это еще раз, вот я не знаю, знаете, судьба, она вот заставляет думать о том, что же происходит вокруг тебя. Вот эта вот невероятная привязанность, вовлеченность в спекуляции на биржах, в конъюнктуру мирового рынка, с одной стороны, она неизбежна, с другой стороны, по критическим вещам надо быть самообеспеченными. Я считаю, что Россия, самая большая до сих пор по территории страны мира, обеспеченная огромным количеством природных ресурсов, может это сделать. Это еще раз плюс в пользу как бы не рыночного или, скажем так, не вполне рыночного регулирования как бы экономики. Мы должны наиболее важное направление самообеспечения взять под государственный контроль. Мы должны быть обеспечены на случай кризисов всем самым необходимым. Это можно сделать, да, у нас не растут бананы с ананасами, хотя в оранжереях можно это сделать, да, у нас не очень хорошо получается производить какие-то товары народного потребления, как это раньше называлось, но это не главное. Главное, чтобы у нас было, так сказать, чем согреться, главное, чтобы у нас было, чем себя, так сказать, во что одеть и обуть, чем осветить, как бы и что съесть. Вот если хотя бы, и как все это оборонять, как это все защищать. Вот если хотя бы вот это вот будет, все остальное можно в принципе и покупать, да, хотя лучше тоже стремиться, конечно, к самоиспечению и по другим направлениям. Так что посмотрим. Вот я думаю, что пугаться особо не имеет смысла, тем более, что если честно, вот всякие разные апокалиптические прогнозы бывают каждый раз. Вот, например, когда зимы теплые, я, например, слышал нечто подобное, тоже пару лет назад, говорили, теперь будет очень теплая зима, никому не нужна будет наша энергия, и, конечно же, мы вылетим в Тар-Тарары со своим там нефтегазовым, с нефтегазовым перекосом в экспорте. Ну и ничего, пока не вылетели. Кстати, по поводу апокалиптических прогнозов, они просто еще довольно хорошо продаются, гораздо лучше, чем обычные. Это точно, но вы как бы знаете меня, я не люблю на этом деле спекулировать, поэтому говорю то, что мне кажется, хотя могу и ошибаться. Я сказал просто об этом, что перекос средств массовой информации в акцентах, он всегда очень важен, потому что вообще плохие новости, к сожалению, продаются лучше, закошмарить людей получается лучше, чем ввести их в хорошее настроение, напугать, довести их до состояния депрессии или агрессии. И как это не парадоксально, люди за это платят деньги. Они больше это читают, попутно продается больше рекламы, но и те, кто формирует информационную политику, они тоже нечистоплотно иногда на это дело ориентируются. Поэтому вполне может быть, что что-то случится такое экстрактивное, ординарное, но будем надеяться на лучшее. При этом готовиться, конечно, надо к худшему варианту, но готовиться. Готовиться, а вот знаете, что мне, например, не нравится во всех этих разговорах, в том числе, как бы, в последние, ну, все постсоветские годы, мы просто констатируем факт. Грубо говоря, вот там, давайте, значит, все сейчас забегали по потолку, потому что надвигается одна катастрофа, нет, надвигается другая, нет, третья. А мы вроде как наблюдатели, мы не должны быть пассивными наблюдателями. Еще раз говорю, перед нами стоят цели, некие задачи по обеспечению там самодостаточности, безопасности страны. И надо делать выводы из всего того, что там в бурном море событий вокруг нас происходит, и эти выводы должны иметь некую практическую реализацию в виде планирования, в виде, так сказать, не знаю, субсидирования, в виде развития тех или иных отраслей. А если просто сидеть как аналитик наемный, который просто анализирует, например, финансовый аналитик, он вам просто выдает какие-то анализы и прогнозы. Все, он зарабатывает дальше деньги на бирже или зарабатывает деньги на своих прогнозах. Для аналитика это вполне себе нормальное занятие, для государственного деятеля абсолютно нет. Сергей Александрович, ну по поводу того, что готовится. Вот уже сейчас население большинства европейских стран начинает получать большие счета за отопление домов и квартир. Уже сейчас, это еще зима не наступила. И если же прогнозы синоптиков будут сбываться, то счета станут вообще астрономическими, и это будет иметь далеко идущие не только экономические, но и политические последствия, как объясняют. Потому что мало того, что сейчас только что более-менее пережили пандемию, теперь еще будет высокая инфляция, а теперь еще и все деньги надо отдавать за отопление. Ну вот я и говорю, что это видимо, этот ветер в основном дует из Европы, у которой собственно нефть, газ, уголь, они практически кончились, или их осталось совсем мало, которые покупают эту энергию, в первую очередь у нас, но не только у нас, и которые собственно говоря и кричат караул. Но вообще-то, может быть, знаете, вообще вот многие вещи неприятные в жизни, какие-то неудачи, какие-то проблемы, они даются для того, чтобы человек поумнел, вот, в том числе, так сказать, да, но для того, чтобы, а, смирил свое мнение о себе, и во-вторых, для того, чтобы он поумнел. Вот, может быть, европейцы сейчас поумнеют, потому что, честное слово, я вот гляжу на эту вот, эту ситуацию с повышением цен, но вы же сами этого хотели, господа европейцы, вы же сами перешли на эти так называемые спотовые, так сказать, контракты, потому что говорили, что покупать газ только у Газпрома, это нехорошо, это не демократично, вы сами этого хотели, ну и получите, чем вы недовольны, так сказать, да, а вот теперь будет зима, и теперь нам станет еще хуже, станет вам хуже, еще обязательно хуже вам станет, и так вам и надо, так сказать, да, балбесом, потому что вам говорят простые вещи, так сказать, это всего лишь бизнес, а нам начинают крутить, ой, у вас там, смотрите, у вас там Навального, так сказать, что-то как-то с ним не так поступили, вы с Украины не так поступаете, поэтому мы переходим на спотовый рынок газа на биржу, ну и переходите, и что, много вы там нашли, хочется спросить у этих европейцев, ах, вот повысилась цена за газ, приходят платежки, так вам и надо, это ваша плата за демократию, вы же хотели, так сказать, да, повлиять на Россию, вы же хотели, как бы, да, больше демократии, ну вот и платите за нее, что вы там ноете, поэтому, грубо говоря, если, например, скажем, ситуация будет еще хуже, ну, нормальные люди, по идее, должны были бы сделать вывод и понять, что все вот эти вот пляски вокруг недемократичного, так сказать, российского газа, это бред, это чушь, так сказать, которая навязана, как бы, или какими-то, ну, параноиками, которые, для которых русофобия, это смысл жизни, или какими-то очень хитрыми и циничными людьми, например, условными продавцами американского сжиженного газа, которые, наоборот, поднимают цену для того, чтобы потом сказать, ну, что ж, вот на этом фоне и сжиженный американский газ, на самом деле, совсем уж и не такой уж дорогой, вот, так вот, надо бы понять, что к вами манипулируют, и тогда принимать, начать принимать какие-то другие, более адекватные политические решения, не носиться с этой Украиной и с ее трубой, да, вот Украина, труба, труба Украины и прочее, прочее, не ставить палки в колеса Северного потока-2, может быть, такие вот надо выводы сделать бы из этого, может быть, какие-то санкции снять с России, и на этом, может быть, не знаю, получить какую-то более выгодную цену на газ, почему бы и нет, да, может быть, построить еще три трубопровода за европейские деньги, для того, чтобы больше не бояться никогда этих вещей, вот это было бы правильно, понимаете, это было бы правильно, да, потому что человек вот идет, идет, так сказать, да, вот там есть, например, там понятная дорога, да, а он говорит, нет, я пойду по экологической тропе, потому что это правильно, и на этой экологической тропе он взял его и сломал себе ногу, какой он должен смысл из этого делать, в следующий раз иди по нормальной дороге и все, потому что, как бы, это короче, быстрее и удобнее, вот такие дела, если это будет какие-то, такие выводы будут, Будут хорошо, но я боюсь, что они, многие из европейцев реально находятся в каком-то неадекватном состоянии в этом смысле, да, и они и в этом тоже будут нас обвинять, тем более, что холодная зима у них традиционно ассоциируется со злой Россией. Но вообще-то было бы, я не знаю, было бы давно уже пора понять простые вещи, что вот, ну, слушайте, есть вот, есть, это просто бизнес, да, продажи этого газа, это бизнес, вы хотите, так сказать, не мерзнуть в ваших домах и платить меньше, ну, соответственно, и ведите себя, давайте будем искать консенсус. Вот даже вот это, вот они вцепились в эту Украину, если честно, я не очень даже понимаю, как бы, да, вот, практического смысла для рядового европейца вот во всей этих украинских команде. Кто может сказать, вот Украина, демократия, демократия, Украина, труба, труба, демократия, демократия, труба, Украина, труба. Для рядового европейца вот это нахрена все это нужно? Вот это ему, зачем все это нужно обычному, так сказать, рядовому какому-нибудь бюргеру-обывателю? Вообще ему это не нужно ни разу. И если появятся люди, которые это объяснят в политическом спектре Европы, я думаю, что было бы неплохо. Поэтому я и начал с того, что, может быть, оно и к лучшему, так сказать, да и холодная зима, и кризис, и все остальное. Ну вот, мне кажется, если бы все ходили по проторенным дорогам, Сергей Александрович, мы бы Сибирь не открыли, а европейцы Америку. Да я про европейцев, а не про нас. Мы-то да, у нас, так сказать, мозги на бекрень. Поэтому мы ее открыли. Но, тем не менее, для тех, кто живет в Европе, и совершенно очевидно, собственный комфорт и безопасность и достаток считают главной ценностью в жизни, вот все эти европейские страны, для них, мне кажется, это совершенно очевидная вещь. Тем более, что они никаких открытий уже явно не совершают, и никуда в этом смысле не идут. Украина, это, честное слово, не открытие. Вот такие, собственно, дела. Кстати, еще одним вероятным последствием суровой зимы в сочетании с энергетическим кризисом, ну и со всеми остальными напастями, будет резкий рост скептицизма в отношении перехода к чистой энергетике. Вот. Да, да, это я, почему про экологическую тропуту вспомнил. Именно поэтому, да, это же на самом деле тоже вещи очень сильно надуманные. Грубо говоря, вот сейчас модно об этом говорить, там модные люди об этом модно говорят, потому что так модно. Вот, и человек тоже смотрит на все эти вещи, да, собственного мнения не имеет, или собственное мнение как бы у него не сформировалось, и он, да, вот так модно, и я тоже. Мне муж говорит, ты же хочешь, чтобы все было вокруг чисто, там, красиво? Ну, конечно, хочу, да. Ну, вот, значит, надо вот строить кругом вот такие ветряки и так далее, и так далее. Ну, а это все хорошо до тех пор, пока это баловство, пока это игрушки, да. А как только начнешь замерзать или будет нечего жрать, то человек тут же как бы вернется к обычному целеполаганию. А оно традиционно следующее – выживание. Выживание, так сказать, да. Если речь идет о выживании, все, тут уже как бы забывается сразу все. Забываются все эти разговоры про чистую воду, чистую, так сказать, землю, природу, сохранение, так сказать, бабочек, насекомых и так далее, и так далее. То есть я-то не против, на самом деле, экологически чистых способов извлечения энергии. Я только за. Просто надо трезво смотреть на жизнь, надо, ну, как бы, сопоставлять, что возможно на данном историческом этапе, а что невозможно. И не нагонять какой-то экзальтации, а этой экзальтации очень много. Символ, например, этой экзальтации, например, та же самая Грета Тунберг, которая вот несет какую-то ахинею. А дядьки такие, тетки, как бы, да, взрослые, продвинутые, с образованием, с опытом, слушают ее, как будто она вещает какие-то, ну, вот просто реально вещает что-то потрясающее, да, что-то она такая открывает какие-то эти, какие-то глубины философского смысла. Вот, поэтому, что касается альтернативной энергии, да, с ней, она, конечно, ну, ее развитие нужно, но она не может пока, по крайней мере, возместить потребности мира в энергии, причем самое интересное, самое интересное, она не может возместить потребности в энергии того самого развитого западного мира, который, во-первых, больше всего потребляет, а во-вторых, больше всего производит. И именно эти люди занялись зеленой энергетикой. Например, в Африке какая-нибудь зеленая энергетика, например, где вообще, ну, предположим, какая-нибудь страна, где вообще там промышленности практически нет, она проканала бы. У них там солнце с утра до вечера, как бы, да, они могут поставить, им можно поставить батарею, как бы, да, и они от этой батареи запитались бы. А вот в Европе, где, в принципе, не такой уж теплый климат, и есть, случаются холодные зимы, и в которой очень высокий уровень потребления, а значит, люди, так сказать, требуют гораздо больше товаров, им надо больше еды, больше энергии, больше товаров для обеспечения того уровня жизни, который у них есть, да, как бы для них вот это вот, для них вот это, мне кажется, так сказать, да, крайне важно. И они же выступают за самоограничение. Вроде бы как логично, но с другой стороны, слушайте, в таком случае, в первую очередь, вы должны бы, например, скажем, вот как можно обеспечить Европу зеленой энергией? Очень просто. Давайте снизим, например, скажем, уровень потребления европейцев до уровня потребления среднего африканца. И все. И может быть, тогда и ветряков хватит, может быть, тогда хватит солнечных батарей, может быть, хватит приливных электростанций. Но вот на этот-то западный мир, как раз, не может пойти, потому что главный фетиш западного мира, главная его ценность – это высокий уровень комфорта, потребления, безопасности и всего того остального, что требует постоянно энергии, много энергии. В этом парадокс. Вот вы отметили по поводу того, что солнечные батареи могут быть эффективны в некоторых странах, где довольно много солнца, но там есть же еще одна проблема – их чистить надо. Например, в пустынях их нельзя поставить, потому что песчаные бури, они как наждачка работают и портят их, а если их засыпят песком, то как их сметать его? И вот это справедливо для многих регионов. Ну да, ну я имел в виду какой-нибудь эквитериальный Африка, там субтропики какие-нибудь, где там достаточно влажный климат и где можно, наверное, обеспечить. Но факт тот, что идеального заменителя углеводородов пока нет. Ну просто-напросто нет. Есть атомные станции, но у них есть проблемы. Они очень дорогие, они очень сложные. И, конечно, там, если уж, так сказать, что-нибудь жахнет, так жахнет. И тогда уже мало не покажет. Тогда уже будет, так сказать, и этот уголь, и углерод, как будто будешь за счастье будешь считать. Вот, поэтому идеального, на самом деле, решения пока нет. Идеального решения нет, видимо, вообще, потому что сам по себе вот этот путь технологического развития цивилизации, он очень энергозатратный как таковой. А я вот, например, совершенно не вижу никаких абсолютно признаков того, что человеческая цивилизация собирается снижать потребление. Ничего подобного. Она строит какие-то гигантские проекты, она мечтает о каких-то невероятных вещах, о каких-то, так сказать, полетах в космос, на этих самых всяких разных межорбитальных станциях, городах каких-то, этих подводных, надводных. В общем, она мечтает, хрен знает о чем, что требует еще больше производства, еще больше материала, еще больше энергии. То есть теоретически, например, если бы цивилизация взяла, бы все собрались, бы и сказали, все, возвращаемся, что называется, назад в подвало. Назад к корням. Будем жить натуральным хозяйством. Может быть. А так вот при нынешнем тенденциях развития, я, например, не вижу никаких возможностей для идеального решения. Поэтому надо искать компромиссы. Не накачивать друг друга экзальтацией, истерикой, глупыми мечтаниями, сказками и прочее. Искать компромиссы. И пока без газа, нефти и даже угля обойтись практически невозможно. А поэтому не хотите мерзнуть, покупайте российский газ. Сергей Александрович, это прямо как реклама сейчас была. Но нам нужно сейчас сделать небольшую паузу, послушаем новости и вернемся. ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА Сергей Михеев, Сергей Гриньевский, Сергей Александрович. Да. Сергей Александрович, тут же еще интересный аспект всего этого энергетического кризиса. Он разразился и в Китае. Там сейчас экономят электроэнергию. Вы слышали наверняка? Ну, наверное, слышали. Да, в 17 провинциях, где введено нормирование энергопотребления, живет половина населения Китая. А это вы представляете сколько? И вырабатывается две трети ВВП его экономики, второй экономики мира. И ситуация грозит срывами в международных цепочках поставок. То есть, опять-таки, может по всему миру ударить. И интересный момент. У них есть Госкомитет по реформам и развитию. Это бывший госплан КНР. И вот они тут объявили то, как они будут бороться с вот этим начинающимся кризисом. Обещают успеть через две недели уже его побороть к отопительному сезону. Но ирония, как говорят, заключается в том, что вот этот Госкомитет по реформам и развитию и стал источником вот этого кризиса. Потому что там один вице-премьер, Лю Хе, он близкий товарищ Си Цзиньпина с дипломом Гарварда, кстати. Он занимается тушением всех пожаров в экономике, так сказать, КНР. И вот это сейчас банкротство гигантского строительного конгломерата и так далее, и так далее. И в частности, вот этот вот Госплан, он ввел жесткие цели по выбросам СО2. И из-за них закрылись целый ряд предприятий угольных. А из-за взрывного роста цен на топливо энергетики столкнулись с разрывом. 70% их рынка составляют определяемые тарифы вот этим вот Госкомитетом. И таким образом у них появился дефицит угля, дефицит другой энергии. Они боролись за голубое небо, а теперь люди мерзнут. Ну вот видите как, я же вам говорил, что вот, я думаю, что во всем виноват диплом Гарварда. Вне всякого сомнения. Вот удивительно, кстати, ну я подумал, что надо обязательно вам сказать, что он из Гарварда. Но это скорее как, знаете, в комплементарной сторону. А вы вот прямо как зацепились, интересно. Вот ведь клещ, а. Да, вот вы заметили, вы заметили вот суть, понимаете, в суть вспомнить. Я думаю, диплом Гарварда, так сказать, наделал много вреда. Почему? Объясняю. Вот вся эта штука с СО2, ведь на самом деле это, ну с одной стороны, это действительно потребность. Потому что вот, ну вот, тот, кто был в Пекине, прекрасно знает. Да и во других китайских городах прекрасно знает. Если это вам не какой-нибудь Хайнань, где, кстати, я никогда не бывал, но вот в Пекине, в Шанхае, Сиане, там я бывал в разных городах, да, там есть очень серьезные проблемы с экологией. Это правда. Вот, это действительно так, да, дышать нечем и прочее, прочее, с одной стороны. Но с другой стороны, вот эта вот масштабная борьба с выбросами стала же следствием того, что Китай пытается встроиться вот в эту вот мировую экологическую повестку дня, о которой мы с вами говорили вот до новостей. В этом же смысл, да, Китай упрекают, в первую очередь, западные державы, упрекают его в том, что вот он, такой нехороший, выбрасывают очень много СО2, от этого вся планета страдает. Но вообще-то на всякий случай я напомнил бы западным державам, что Китай выбрасывает СО2 много, в том числе потому, что западные компании, транснациональные в том числе, переместили огромное количество собственного производства в Китай. То есть они убрали его, например, скажем, из Европы, убрали из Америки, в результате там в Европе и в Америке стало почище, так сказать, воздух, а в Китае погрязнее, потому что там появилось огромное количество заводов, фабрик и прочее, прочее, при этом не соблюдающих в том числе экологические нормы и так далее, и так далее. То есть на самом деле загрязнение Китая это, по большому счету, побочный эффект все равно роста потребления всего мира и роста западной цивилизации. Просто западная цивилизация всякое грязное производство от себя перевела куда подальше, в Китай, там, в Юго-Восточную Азию и так далее, и так далее. То есть если в масштабах планеты смотреть, то это тот же самый процесс, и в общем-то требования там условных западников парадоксальны, по большому счету. Но, потому что если Китай не будет производить, на самом деле их компания остановится, им нечего будет продавать, ну да ладно. Вот, но, вот это встраивание в экологическую повестку дня Китая, это, во-первых, а, действие вынужденного характера, во-вторых, б, ну под давлением тех же западных стран, во-вторых, б, это как раз, ну, вследствие такого ограниченного суверенитета в глобальном масштабе. То есть Китай пытается быть модным, Китай пытается, так сказать, тоже показывать, что он тоже за вот экологию, что он не только про деньги грести, производя там, половину товара всего мира, но вот он вот за это. Ну, а как побочный результат, вот да, то, о чем вы сейчас рассказываете, да, уменьшились выбросы, значит, с одной стороны, а с другой стороны есть проблема с энергопотреблением, потому что действительно в Китае огромное количество энергии вырабатывалось ТЭЦ, тепловыми электростанциями, в которых сжигался уголь. Вот я как-то раз рассказывал, еще раз расскажу, знаете, там, мне приходилось, пришлось один раз проехать на машине через провинции угледобывающие там на севере, на севере Китая. Это вообще мертвая зона, это как бы, ну вот, вообще даже, так сказать, смотреть на это больно, что называется, да, но действительно Китай добывал большое количество угля, и, например, скажем, одна из главных проблем, например, вот этих больших городов, того же Пекина, она в том числе состоит в том, что у них никогда не было центрального отопления, и топится углем. Огромное количество угля сжигается, и этот вот смог от угля сжигаемого, да, он висит над городом, его невозможно вообще еще ничем, никаким веником разогнать, это надо ждать, так сказать, соответствующего ветра и так далее. То есть это опять все тот же парадокс, о котором я говорил, да, то есть с одной стороны, значит, цивилизация наращивает потребление, и на самом деле, вот посмотрите, везде, везде, в целях всех государств это рост благосостояния граждан. А что такое рост благосостояния граждан? Ну, это в том числе увеличение доходов, увеличение потребления, то есть люди должны позволять себе купить то, что они раньше не могли позволить себе купить, но это означает рост производства, а рост производства это рост энергозатрат, а энергозатраты откуда брать? А если еще одновременно с этим пытаться, значит, убирать, значит, сжигание угля, нефти и газа, получается, вот тогда и получаются рукотворные кризисы, тогда и получаются рукотворные коллапсы, которые идут не от естественного хода жизни, а от головы. То есть я к тому, что, опять же, надо искать оптимальные сочетания, а попытка Китая модничать, видимо, в том числе, наверное, там есть и другие причины, в том числе, привела его к такому состоянию. Но здесь, опять же, чем я закончил первую полчасовку, тем, то и говорю сейчас, китайцам совет, покупайте российский газ, друзья китайцы, а китайцы, между прочим, тоже очень сильно ломались и ломаются до сих пор, вот, оторговывая себе какие-то сверх выгодные, значит, условия поставки российского газа, задерживая там введение в строй дровопроводов и так далее. Та же самая сила Сибири, она же куда идет? Туда идет, в Китай, вот, причем, я знаю, есть проект второй нитки, покупайте российский газ, у нас его достаточно, и, кстати говоря, с точки зрения сжигания газ, он, конечно, более экологичное топливо, хотя тоже выбросы и все такое, но это более экологичное топливо, чем, например, сжигание бурового угля, ну, или черного угля, да, все равно, так сказать, да, без разницы. Вот, поэтому, китайцы, покупайте газ у России, и вам будет легче, или давайте мы построим вам, значит, пару-тройку электростанций атомных, вот, тоже вариант, хотя атомные электростанции, ну, как бы, ну, тоже, как бы, ведь не все же на электричестве, да, не все на электричестве, ну, вот, вот такой мой, значит, для Китая рецепт. Но в конечном итоге цивилизация-то находится вот в такой сложной ситуации, в том числе, потому что, с одной стороны, как бы, она все время хочет больше жрать, больше, так сказать, потреблять, больше иметь, все хотят иметь еще больше, еще больше, да, она все время что-то какие-то грандиозными проектами страдает, с другой стороны, говорит, ой, стало уже нечем дышать, ой, потепление климата, ой, то, ой, сё, а как это делать, а как делать, непонятно. На самом деле, без ограничения потребления ничего невозможно сделать, но, значит, самые, так сказать, продвинутые западные умы, они вот внедряют всякого разного рода, так сказать, мальтузианские теории, всевозможный социал-дравинизм, а заодно и всякие, всякого разного рода извращения. Почему американцы с европейцами собираются гомосексуалистов поддерживать по всему миру? Потому что детей меньше разжаловалось. Они считают, что чем меньше народу, так сказать, тем меньше будет потребление. Вот так вот мы, значит, ловко, ловко все порешаем. Хотя, на самом деле, мне кажется, как раз мир, он находится вот в плену вот этой самой матрицы зависти к западному образу жизни. Западный образ жизни поднял стандарты потребления на такой уровень, что, давайте скажем честно, к нему стремится большая часть человечества. А это стремление неизбежно ведет к перенапряжению природной среды, к необходимости много-много производить и так далее. Да, мне кажется, здесь некоторое противоречие получается. С одной стороны, нужно для развития экономики, чтобы было большое потребление, потребление все время росло. С другой стороны, вы говорите, они пытаются сделать так, чтобы меньше детей было и, соответственно, потребление упало. Тут не работает тогда экономика нынешняя. — Да-да-да. Нет, так я про это говорю. Я же говорю про парадоксы. Может быть, это, так сказать, не это самое недостаточно... У меня в голове это пробегает. Я именно говорю про парадоксы. Я считаю, что современная цивилизация находится в состоянии кризиса не экологического, в первую очередь, и не экономического, а концептуального. Концептуального. Ее цели, цель ее развития входит в прямое противоречие со способами развития. Эти вещи начинают друг с другом воевать, причем как бы напрямую. Они не соответствуют друг другу. Они противоречат, конфликтуют. И поэтому вот эти вот странные возникают ситуации. Я думаю, что будет все еще больше и больше. С одной стороны, давайте будем сокращать, а с другой стороны, давайте будем увеличивать. С одной стороны, мы хотим, чтобы у нас было все больше и больше, а с другой стороны, нет. Нет, вы знаете, надо сокращать выбросы, надо, чтобы были другие источники энергии. А на самом деле, чтобы эти источники энергии получить, тоже будут другие выбросы. Проблема человеческой цивилизации в том, что она все время гонится за горизонтом. На самом деле, условно говоря, морально-духовные ценности всегда на втором, третьем, пятом, двадцать пятом месте. А на первом месте ценности потребления, которое должно все время увеличиваться. И экономика вот эта, она должна все время расти, 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 расти. И при всем при этом, по большому счету, даже светлые умы не знают, как с этим справиться. Вот в чем проблема. Да, Сергей Александрович, вот вы сейчас сделали небольшую паузу, и как раз время-то, чтобы дать нам небольшой джингл. Да, и мы вернемся, у нас тут много интересных тем. Я думаю, можно постепенно затронуть еще вот такую, что вот удивительно, Китай, конечно, страна. Да, если вот мы сейчас говорили о Китае. Они все время пытаются какими-то командными, насильственными методами что-то сделать, а получается, как у Черномырдина, как всегда. То они детей там запрещали рожать. В итоге у них сейчас серьезнейший дисбаланс, и страна приближается к кризису. Из-за того, что скоро будет очень много стариков, очень мало молодых, и перекос в сторону мальчиков, а не девочек. Там девочек мало, мальчиков много и так далее. Теперь вот они решили за экологию бороться, и угробили угольную промышленность. Теперь думают, как восстановить, где его брать. Нет, я думаю, что это просто отражение всеобщих проблем. Потому что любую страну возьми, и вы увидите подобные проблемы разного рода. Они немножко разные по специфике, но в общем и целом это характерно для всего человечества. Оно в концептуальном тупике, и все больше к нему приближается. И как их решать? Просто Китай на сегодняшний день, во-первых, это самая большая по населению страна, первая. Второе, это все-таки по товарному эквиваленту, это совершенно точно первая экономика в мире. Это тоже так. И он является, что называется, молодой сверхдержавой. Хотя это древнее очень государство, но если брать последнее, новейшую историю, то это такая молодая сверхдержава, поэтому к нему столько внимания. А в реальности там так, что-то работает, что-то не работает, что-то удается им сделать, что-то чего-то сделать не удается. Но, естественно, эти какие-то дисбалансы периодически вылезают. Как они, впрочем, вылезают и во всех остальных странах. То есть это нельзя сказать, что, например, в странах, где нет никаких командных методов, там все, так сказать, все у них идеально решается. Это тоже не так. Вот просто специфика проблем разная. Какие из них лучше, достаточно сложно сказать. Китайцы пытаются найти оптимальную модель развития. В чем-то им это удается, в чем-то периодически они ошибаются. Но это еще вот что важно, кстати говоря, на ваше замечание. Оно важно вот с какой-то стороны. Оно важно для нас с той точки зрения, чтобы мы ни из чего не делали кумира. Библейское выражение древнее «не сотвори себе кумира». Оно очень правильно. Не надо себе творить кумиров ни из Запада, ни из Востока, ни из Севера, ни из Юга. Надо смотреть, что конкретно у нас будет работать максимально эффективно. При всем при этом понимая, что идеальных решений, решений, при которых не бывает никаких издержек, не существует. А, в общем-то, надо сказать, что средний обыватель, особенно избалованный современным вниманием к нему, он все время ищет каких-то идеальных решений. Так вот, знаете, чтобы у меня все было, а мне ничего за это не было. А так не бывает. Так не было никогда раньше, так нет сейчас и так не будет никогда в будущем. Поэтому и китайцы ошибаются, и ошибались они не раз и в прошлом. Ошибаются они в настоящем, но если подводить, так сказать, в сухом остатке, все-таки действительно им удалось за последние, условно говоря, 30-40 лет сделать мощнейший рывок. И с ними вынуждены считаться все. И если честно, даже если сравнивать, например, условный 1991 год, который для нас является такой важной отсечкой, что называется, для оценки ситуации, то если сравнивать Китай 1991 года и Китай 2021, то это вообще две разные страны. Это как бы, ну, я думаю, что они сделали рывок, в принципе, сопоставимый, например, с тем, чем у нас обычно любят, значит, восхищаться, сталинская модернизация, но при этом с меньшими, между прочим, потерями. Правда, больше по сроку, но с меньшими потерями, чем это было, человеческими, в том числе, потерями, чем это было, так сказать, при незабвенном товарище Сталине. То есть успехов у них много, но есть и проблемы, и ошибки. То есть я всегда говорю, я против любой идеализации. Против любой идеализации, так же, как и в нашей истории. Давайте идеализировать то, что было до 1917 года. Не надо. Тогда давайте идеализировать все то, что было после 1917 года. Тоже не надо, потому что это живая, так сказать, ткань истории, это жизнь, а в ней всего хватает. И успехов, и поражений, и правильных решений, и ошибочных, и так далее. Да, по поводу, кстати, не знаю, переписывания истории или возвращения к истокам. Как вам свадьба нашего этого Георгия Михайловича, великого князя? Да я вообще за этим не слежу, если честно, Сергей. Вы как-то к этой теме привязались. То есть, если честно, я за этим даже не слежу и не сразу понял, о чем вы. Пока вы не сказали великого князя. Да, да, да. А это вызвало, на самом деле, довольно серьезный общественный резонанс. Потому что некоторые подумали, что у определенной части общества, и ладно бы общества, но у определенной части элит российских, есть какая-то тяга к тому, чтобы назвать себя аристократами. Ведь вот эта вот мать Михайловича, Георгия Михайловича, она же раздает всем дворянские титулы. И вот она их как-то... То есть, они как бы... Ну, какое-то такое, знаете, тяга к реставрации, что ли. Вот что-то такое. Ну, нет, вы знаете, если бы это была тяга к реставрации, я был бы за. Вот, но дело в том, что это не тяга к реставрации, это тяга к имитации. Вот, это тяга к имитации, я бы так сказал. Потому что, ну, вообще, меня это удивляло еще и в прошлые годы. Но, действительно, у нас, у людей, которые просто тупо заработали деньги, ну, иногда, так сказать, честно, иногда не очень честно, ну, подняли какие-то бабки, как, так сказать, в просторечии, на сленге говорится, да. Да, значит, уже с 90-х годов началась какая-то тяга к тому, чтобы представлять тебе что-то, чем ты на самом деле не являешься. Ну, и отделить себя от народа, сказать, что вот это вот холопы, а вот это вот мы дворяне. Пытаться представить себя некой новой кастой. Да, в 90-е годы, в нулевые, это часто имело вообще какие-то совершенно комические формы. Ну, про касты, это фашизм, Сергей Александрович, это фашизм. Представить себя новой кастой, это фашизм. Ну, что касается кастового общества, то, честно говоря, оно было всегда. Это называется сословное общество. Феодализм. Все-таки фашизм появился гораздо позже, и он из себя представляет, так сказать, немножко другое явление, не говоря уже о нацизме. Нацизм, как бы, это теория расовая, да, в первую очередь. Вот, ну, что касается сословного общества, в общем-то, конечно, большую часть истории, надо сказать, человечества прожило в сословном обществе. А бессословное общество – это, в общем, скажем так, заслуга 20 века. Причем во многих странах и до сих пор это сословное общество не исчезло. Поэтому это мы привыкли в этом жить. А, в общем, наверное, большую часть истории как раз человечество прожило в сословном обществе. Но попытка восстанавливать, опять же, вот при всей моей, так сказать, при всем импиетете по поводу дореволюционного прошлого, попытка воссоздавать сословное общество сегодня, я считаю, эту попытку совершенно бесплодной, неправильной и вредной. Вот, ни при каких условиях это не оправдывается никакими совершенно задачами. Другое дело, что есть обычные человеческие страстишки, особенно гордыня, тщеславие, так сказать, себелюбие, самомнение. И эти вещи, особенно если они подкреплены, ну, предположим, какой высокой должностью или большими деньгами, они очень часто требуют, знаете, каких-то разных финтифлюшек, всевозможного такого, так сказать, институционального оформления. Это прет из людей, как бы, да, ну, вот, начиная от красных пиджаков, так сказать, да, золотых зубов и бессмысленных, так сказать, золотых унитазов и заканчивая покупкой разных титулов, да, или их приобретением каким-то другим. Причем известно, что, так сказать, вот, я помню, была целая контора, которая эффективные титулы продавала. Мне кажется, это бред собачий, да, пытаться это восстанавливать, мне кажется, было бы вредно, неправильно. Да я думаю, что этого не будет. Предлагаю продолжить сегодня ту тему, которую мы в предыдущем нашем с вами эфире начали. Программа «Стратегия» называется. Ну и мы, собственно, с вами в данном конкретном случае разбираем разные модели трансформации, которая будет происходить неизбежно в геополитическом пространстве в ближайшие годы, уже происходит. Нас, конечно, интересует ситуация у наших соседей, и мы с вами в прошлый раз начали говорить о Европе. Я предлагаю продолжить. Ну, если кратко сформулировать вопрос, который вам хотелось бы вначале задать, то он будет звучать так. Почему Европа вырождается? И какие пути лежат перед ней на текущий момент? Ну, давайте действительно проговорим, почему все в Европе так нехорошо. Вообще она вырождается ли? Потому что я так однозначно сформулировала. Вот, может быть, это и не так. Да нет, ну как тут? Тут, конечно, вырождается. Одно дело, когда мы приезжаем как туристы, и смотрим на красоту, смотрим на строение, культуру. Когда мы заезжаем в любую деревеньку, и не как у нас, где бревенчатый дом, который стоит больше ста лет, это уже является значимым. А вот стоят дома, которые построены несколько столетий назад, и они замечательно стоят в том климате. Поскольку у них климат, нет много раз скачка вокруг нуля по воде, нет того, что вода превращается в лед, потом обратно в воду. И вот это вот все, конечно, очень серьезно сказывается на то, как у нас разрушение происходит, то, как у нас даже дороги, которые и как это происходит на Западе. Ну, картинка понятная, красивая, и создается впечатление, что у них все замечательно, все красиво, все аккуратно. Такой музей. Мы приезжаем в Европу, наблюдаем музей, наблюдаем санаторий, и нам все устраивает, нам кажется, что все хорошо. А когда начинаем смотреть глубже, мы понимаем, что классическая ситуация, как было с древним Римом. Когда римляне перестают служить, римлянки перестают рожать. И начинается вымирание. Процессы эти известны, процессы эти понятны. Если мы на обычный позитивистский график развития, расширения, увеличения экономического начинаем накладывать культурные, эмоциональные, пассионарные спады, мы видим, что культуры умирают. Все, что рождено, все когда-нибудь умирает. Но вот это мы сейчас наблюдаем с Европой. Если мы посмотрим подробно, то давайте так. Мы сейчас всем миром входим в эпоху катастрофы. Даже не кризиса, который сам может растянуться, убраться, нормализоваться. Нет, это катастрофа. Когда то состояние, в котором мы окажемся, оно будет очень сильно отличаться от того, что было вначале. И возникает вопрос, а готова ли Европа, в принципе, к такой ситуации? Ему мы можем четко, смело сказать нет. Поскольку у Европы, если мы говорим о вооруженных силах экономики и психоисторических смыслах, ментальных смыслах, пассионарности, нет ничего. То, что у них есть военные силы, вооруженные силы, ну, большая часть это Соединенные Штаты. События в Афганистане нам наглядно показали, что Соединенные Штаты, как империя, уходят. Они до этого ушли практически полностью с Ближнего Востока. Они уходят сейчас со Средней Азии, ну, с Центральной Азии. И в 2024-2026 год они также уйдут с Европы. Это нормальный процесс, это логичный процесс. И оказывается, что у Европы нет защиты, у Европы нет безопасности. Вся их система вооруженная построена на наличии Соединенных Штатов, которые процентов на 80, а то и на 90 определяют, как все...